Четыре часа общения и более трех миллионов звонков. Прямая линия президента страны побила итоги прошлых лет. Владимир Путин в режиме онлайн ответил на вопросы журналистов, фермеров, детей, ветеранов, экономистов. Вопросы звучали из разных регионов страны и в разном формате. Как и в предыдущие годы, прямая линия показала, что больше всего волнует население России. Итоги ушедшего года – санкции, импортозамещение и экономическая ситуация в стране. Вопросы на эти темы открыли прямую линию президента в этом году. Авторы ответа хотели услышать мнение не экспертов, а главы большого государства. По итогам прошлого года реальный ВВП России вырос на 0,6%. То есть это небольшой, но все-таки рост. Чуть больше выросло промышленное производство на 1,7%, а обрабатывающая промышленность на 2,1%. Обновлен рекорд добычи нефти. Самый большой за всю новейшую историю – 525 миллионов тонн. Собран один из самых богатых и высоких урожаев зерновых в нашей тоже новейшей истории. 105,3 миллиона тонн. А в целом сельское хозяйство дало очень хороший результат – 3,7% роста. Сельскому хозяйству было посвящено много вопросов. Фермер из Костромы сформулировал проблему всех мелких сельхозпроизводителей одним вопросом – как фермеру найти покупателя, а покупателю – фермера. Он привел показательную цифру. За литр сданного на завод молока частники получают 16-17 рублей. В магазинах же оно стоит не менее 60-ти. Кроме того, в детских садах и других социальных учреждениях области зачастую местные продукции предпочитают привозную. Владимир Путин сказал, что над этим вопросом надо работать сообща с местными и региональными властями. Молодежь волновала подготовка кадров. Подготовка профессиональных кадров, особенно в сфере производства, является одним из ключевых элементов роста на ближайшее время, потому что само производство усложняется, и, конечно, нам нужны прежде всего высококвалифицированные рабочие кадры. Мы очень много работаем по этому направлению с объединениями предпринимателей, и с теми, кто представляет малый и средний бизнес, и с теми, кто представляет крупные предприятия. Мы договорились с ними о целом наборе мер, совместных действий, это и компетенции в различных отраслях, это совместная работа по организации производственной практики и так далее, и так далее. Формирование кадров – вторая задача социальной политики после защиты определенных слоев населения. Директор Центра занятости Ненинского округа Руслан Волосков сразу отреагировал на слова президента. За период прошлого года на базе самого Центра занятости прошли практику более 40 студентов. Мы считаем это важным моментом профессионального становления будущего специалиста. Сегодня в округе образовательной организации самостоятельно решают вопросы по прохождению учебной, производственной и преддипломной практики своими студентами. При этом Центр занятости готов оказывать образовательным организациям содействие и в этом вопросе. Что касается незащищенных слоев населения, Центр занятости работает с ними в рамках специальной подпрограммы. Она позволяет трудоустраивать граждан с ограниченными возможностями здоровья, многодетных родителей, а также родителей воспитывающих детей инвалидов. Всего за 4 часа общения президенту удалось ответить на 47 вопросов из 3 миллионов поступивших. Виталий Мартынов, Валентина Чибичек, Телеканал «Север».